МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Всем многодетным семьям бесплатную землю в Муравленко в ближайшее время начнут выдавать заветные участки. На крайнем месторождении развернулось масштабное бурение. И поставим заслон перед эпидемией гриппа. В городской больнице прошла научная конференция муравленковских врачей. В нашем округе начали реализацию закона, в соответствии с которым многодетным семьям должны предоставить бесплатную землю. В Муравленко полным ходом идет прием заявлений от людей, желающих приобрести участки. Два месяца назад на Ямале начали реализацию программы, в соответствии с которой многодетным семьям будут давать бесплатную землю. В Муравленко на нее достаточно желающих. Уже подано 130 заявлений. А сейчас на кадастровом учете 121 земельный участок в микрорайоне Уютный. Площадь, а это более 720 соток, размежевали, но пока сюда не проведут. Хотя бы минимальные инженерные коммуникации участки распределять не будут. Впрочем, постараются это сделать как можно быстрее. Чтобы земельные участки можно было предоставлять по минимальному инженерному обеспечению. Например, электроснабжение и дороги пятой категории. А попутно уже с предоставлением земельных участков продолжать строительство оставшихся. Что придет и к уменьшению сроков, соответственно, по предоставлению участков. Татьяна Бекирова уже получила ответ из администрации о том, что семью поставили на учет для предоставления участка. Татьяна одна воспитывает троих детей. Уезжать с севера пока не собирается. И получение бесплатной земли для нее большая удача. Правда, сама участки она еще не видела. Конечно, будет зависеть, где этот участок будет находиться. И уже в зависимости от этого будет это дачный участок, где обязательно должна быть, конечно, там баня. А хватит ли средств для строительства, вот в чем причина. Но будем, значит, изыскивать средства, будем искать спонсоров. И все-таки строится. Думаю, что не просто так, что получили, и оно будет стоять. Участки начнут распределять в 2014-2015 году. Так планируют. А перед этим комиссия вновь вернется к списку многодетных семей, стоящих на учете, чтобы сверить информацию и принять окончательное решение о предоставлении земли. Тем, кому ее не хватит в уютном, участки будут выделять в других микрорайонах. Но бесплатная земля положена только тем, кто живет на территории Ямала не менее пяти лет и имеет троих и более детей, в том числе усыновленных. Татьяна Сорокина, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. Четвертый цех добычи нефти и газа – одно из старейших подразделений «Газпромнефть» Муравленко. Его открытие состоялось в 1986 году. Сегодня нефтедобытчики «Четверки» обслуживают два месторождения – Крайний и Восточно-Пикутинская. По результатам деятельности цех занимает лидирующие позиции на предприятии. За счет чего удается выполнять и перевыполнять бизнес-план, расскажет Эрнест Бавшин. Сегодня в цехе трудится 74 человека. Общий эксплуатационный фонд составляет 165 скважин и 16 находятся в бездействии. Ежесуточно цех дает в общую копилку предприятия 2200 тонн нефти. Год еще не закончен, а цех уже перевыполнил показатели бизнес-плана на 60 тысяч тонн нефти. По итогам полугодия «Четверка» стала лидером «Газпромнефть» Муравленко. Такие темпы достигаются с помощью различных геологотехнических мероприятий, среди которых бурение новых скважин, гидроразрывы пласта, зарезки боковых стволов. Сегодня на крайнем месторождении, несмотря на его преклонный возраст, ведется беспрецедентное по своим объемам бурение новых скважин. Масштабно развернулось бурение. Это из БК три бригады бурят. Сейчас «Газпромнефть» бурение начало бурить тоже. Одну кустовую площадку, сейчас планируют вторую. Также «Эриэл» бурение заехало. На данный момент сейчас работают пять действующих больших станков и три ЗБСа. Это одна бригада СМПХ и две бригады КНГ. Столько буровых станков на крайнем месторождении наблюдали только на заре становления четвертого цеха. Но это не предел. До конца года здесь появится еще шесть буровых. В итоге к концу года будет введено эксплуатацию порядка сорока новых скважин. Говоря о коллективе цеха, Илмир Вахитов отмечает, что сегодня здесь трудятся довольно опытные нефтяники. Есть несколько молодых специалистов и много студентов, проходящих практику. Оно и понятно, где как не здесь сегодня можно увидеть весь процесс масштабного освоения месторождения, от бурения и до водоэксплуатации. По итогам полугодия коллектив цеха был первым по уровню добычи, а активное освоение позволит четверке удержать лидирующие позиции и по концу года. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. Правительство уточнило, как правильно считать пособие по уходу за ребенком матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам. Постановление на этот счет подписано премьер-министром, сообщает российская газета. Документ размещен на сайте правительства. В пояснительной записке говорится, размер пособия должен составлять 40% от среднего заработка. Раньше таким женщинам делалась фиксированная выплата на первого ребенка 2454 рубля, на второго и последующих детей 4908 рублей в месяц. Реализация принятых решений повысит уровень материального обеспечения матерей, уволенных в период отпуска по беременности и родам. В связи с ликвидацией организации написано в пояснительной записке. С 1 января 2014 года накопительная часть пенсии изменится. Тот, кто уже заключил договор с негосударственным пенсионным фондом, будет, как и раньше, получать свои 6%. Так называемым молчунам, то есть тем, кто никогда не инвестировал в свою накопительную часть, автоматически будут начислять всего 2%, а оставшиеся 4% уйдут в страховую часть. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, взяться за дело самому. Вариантов два. Если до конца этого года подать заявление в государственный пенсионный фонд, тариф накопительной части пенсии останется на прежнем уровне, то есть 6%. Или же можно выбрать синегосударственный фонд и управляющую компанию, но тогда все свои инвестирования придется отслеживать самостоятельно. А где ваша сейчас государственная часть? Это накопительная часть? В госфонде. В госфонде. Если вы не заключались никаким государственным пенсионным фондом договоры об управлении накопительной частью пенсии, у вас ничего нет. То есть на сегодняшний день вы являетесь у нас молчуном. То есть для вас тариф страховых взносов, из которых будет формироваться ваша накопительная часть пенсии, будет 2%, если вы к нам не обратитесь. Если же вы хотите также оставаться в государстве, но чтобы ваш тариф формирования накопительной части пенсии был 6%, вам нужно прийти к нам и написать заявление о том, что вы хотите оставаться в государстве, но чтобы тариф у вас был 6%. Нововведение не коснется тех, кто свою пенсию доверил негосударственным фондам, хотя они тоже имеют полное право передумать и вернуться под крыло государства. А можно и понадеяться на общеизвестный авось и ничего не предпринимать, автоматически попав в категорию молчунов. Если формировать накопительную часть свою из тарифа 6%, то накопительная часть пенсии у него будет как бы одного размера. Если же он будет формировать накопительную часть из тарифа 2%, соответственно у него уже будет накопительная часть пенсии немного меньше, но при этом страховая немного больше. В помощь тем, кто все еще в замешательстве, на сайте пенсионного фонда разработан специальный сервис – пенсионный калькулятор. В нем можно прикинуть, сколько в старости вы будете получать в зависимости от выбора фонда и учитывая все возможные факторы, влияющие на пенсию. Хотя среди жителей нашего города есть и те, кто уже определился. Отчисление 6% заработной платы в государственный пенсионный фонд подтвердили уже 56 человек. Но нашлись и те, кто пенсию свою доверил негосударственным организациям. Более высокая доходность – это обеспечение старости, обеспечение будущего своего и моих детей, поэтому выбрала негосударственный фонд. Я вступила именно в негосударственный фонд для того, чтобы обеспечить свое будущее, свою старость, которая не за горами. Юлия Москалик, Виталий Харченко, Анатолий Присич. Новости нашего города. Кстати, 85% россиян высказались против увеличения пенсионного возраста. Эти данные приводит ли водоцентр? Из общего числа опрошенных 56% относятся к поднятию возрастного порога резко отрицательно. Положительную идею оценили лишь 7% опрошенных. Напомню, эксперты по пенсионной реформе предлагают с начала 2020-х годов ежегодно увеличивать пенсионный возраст на 3 или 6 месяцев, чтобы в итоге довести его до 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин. Роспотребнадзор, скорее всего, не ограничится запретом на ввоз молдавского алкоголя. Ведомство Геннадия Онищенко пригрозило приостановить также импорт фруктов и овощей производства Молдавии. Дело в том, что многие импортированные из этой страны овощи и фрукты заражены насекомыми. С 2011 года по конец августа 2013-го российские специалисты забраковали 9 партий общим объемом в 150 тонн, которые по этой причине не попали на российский рынок. В нынешнем сезоне нас ожидает эпидемия гриппа. К этому муравленковских врачей начали готовить уже сейчас и организовали конференцию, чтобы обсудить на ней наиболее эффективные способы профилактики распространения заболевания в городе. Этот консилиум у людей в белых халатах – своего рода повышение квалификации. В городской поликлинике собрались заведующие всех отделений больницы, врачи, ведущие первичный прием, а также хирурги, педиатры, специалисты скорой помощи. Они обсуждали о том, как распознать первые признаки гриппа, его разновидность и как не допустить осложнений. Со специфическими особенностями из области вирусологии и эпидемиологии врачи ознакомили узкие специалисты. Медики разрабатывают меры профилактики, в том числе и на городском уровне. В школах города уже сейчас проходят родительские собрания с участием медработников. На сегодня порог ОРВИ в Муравленко превышен на 12%. И последние 9 существительных, которые часто пишут с ошибками. Аргументы и факты опубликовали очередной хит-парад «Безграмотность» и предложили читателям проверить себя. На каждое слово предложено 4 варианта ответов. Выберите тот, который вы считаете правильным, после чего нажмите кнопку «Отправить». Ответ получите мгновенно. Протестируйте себя и сделайте соответствующие выводы. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 19 сентября в Салихарде плюс 10, ветер северо-западный до 2 метров в секунду. В Ноябрьске 5 градусов тепла, северный ветер до 3 метров в секунду. В Муравленко 19 сентября 5 градусов выше 0, ветер северный до 4 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова